Во французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Всем привет! В эфире наш универ. Я Александр Лазарев. И я Юлия Камлякова. Расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодняшний выпуск нашей программы в преддверии праздника посвящен Дню Великой Победы. Не стареют душой ветераны. Заметки каждого дня и военные воспоминания писателя-публициста Анатолия Зябрева. Физическая подготовка как средство выживания в военное время. Ветеран войны и спорта Владлен Кузнецов всегда в строю. Война глазами ребенка. Что знают о ней дети сороковых и современные школьники? Саша, ты никогда не хотел стать писателем? Юля, я читателем-то себя не могу заставить стать, потому как больше люблю кино и телевидение. Но ведь прежде чем какая-то история будет экранизирована, ее должен кто-нибудь написать. И лучше всего, если это будет непосредственно участник событий. Как, например, герой следующего сюжета. Этот эпизод знаком многим любителям кино. Но далеко не все знают, что фильм «Вот моя деревня» был снят по книге нашего земляка, известного писателя-публициста Анатолия Зябрева. Человек с большой буквы, ветеран Великой Отечественной войны, Анатолий Ефимович обладает огромным жизненным опытом. Когда исполнилось 17 лет, мы стали готовить для фронта. По пути нас бомбили почти каждую ночь. Судьбу Анатолия Зябрева нельзя назвать простой. Он рано лишился отца, осужденного по политической статье, и стал ощущать себя кормильцем семьи с пятилетнего возраста. В 14 начал работать на заводе слесарем и электросварщиком. А в годы войны Анатолий Ефимович служил в войсках МВД. Осталось, конечно, много скрытых фашистов. Вот наша задача была их находить. В 2007 году Анатолий Зябрев опубликовал книгу про войну, о нелегком пути, который прошел его батальон. Он написал, я вот эту книжку, называется «Мальчишка с большим сердцем». Всего на счету автора уже более 30 книг на разные темы. В Московском театре имени Вахтангова по пьесе нашего земляка был поставлен спектакль «Енисейские встречи». А на протяжении последних 10 лет Анатолий Ефимович каждую неделю публикует свои заметки в газете «Красноярский рабочий». Я где-то в отдельных полосах даю, опять же, воспоминания про войну, день сегодняшний и те проблемы, которые существуют в России и вообще в мире. Цель автора – привлечь внимание читателей к тому, что происходит в мире. На вопрос «Вам никогда не хотелось написать фантастику?» Зябрев уверенно отвечает. Нет больше фантастики, чем сама жизнь, чем сама жизнь, вот сама вот реальность. Только просто взглянуть мне, влуживаться в реальность. Несмотря на возраст, Анатолий Ефимович находится в хорошей физической форме. Считает, что главный секрет долголетия – любить весь мир, любить жизнь. А нам, современной молодежи, Анатолий Ефимович желает лишь одного. И чтобы сохраняли себя, сохранили всю природу. Только лишь сближение с природой может дать им здоровья и истинное счастье жизни. Саша, а как ты думаешь, чем во время войны занимали спортсмены? По большому счету, своими прямыми обязанностями – пулевой стрельбой, метанием гранат, борьбой с врагом. В общем, ты прав, но кроме сражений на поле боя, проходили и спортивные баталии, имеющие иногда большее значение, чем боевые операции. Да, такие, например, как футбольные матчи в оккупированном Киеве и осажденном Ленинграде – истинные примеры силы духа. Великая Отечественная война Великая Отечественная война длилась долгих четыре года. Вместе со всем советским народом на защиту Родины встали те, кто в мирное время славил свою отчизну спортивными рекордами. Каждый спортсмен в бою стоит нескольких рядовых. Даже в суровые сороковые в стране сохраняли спортивные традиции. Но спорт в основном был направлен на подготовку солдат к боевым действиям на фронте и в тылу. Газеты военных лет сообщали о событиях не только на фронте. Например, из подшивки газеты «Красноярский рабочий» я узнала, что в феврале 44-го состоялся молодежный кросс для подготовки бойцов-лыжников. Наш земляк Владлен Григорьевич Кузнецов является не только ветераном Великой Отечественной, но и ветераном красноярского спорта. В 17 лет он вступил в ряды Советской Армии, служил в должности разведчика. Стал кавалером орденов славы 2-й и 3-й степени, ордена Красной Звезды. Награжден медалью за взятие Будапешта. Воевал на всех четырех украинских фронтах. Прошел с боями пол Европы. Великую победу встретил в Австрии. Господи, это такая радость, такое счастье. Таких будет не прятаться, не мухать, не доедать, не досыпать. И вдруг такая вот мирная жизнь. Владлен Григорьевич считает, что спортивные навыки во время войны пригодились как никогда. Помогали выстоять в самых трудных ситуациях. Наш герой признается, что спорт во время войны был единственным развлечением. Командир роты классный волейболист. Сразу марлю пришли только на привал, натягиваем, это и волейбол играет. Вроде пройдешь 30 там с лишним километров. Все, три команды, и все, да, 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 да. Война закончилась, а наш герой был демобилизован лишь спустя пять лет. Восстанавливать силы после войны помогал опять же спорт. В армии начались постепенно возражаться традиции спортивные. То есть проводительство для первенства округов, первенства частей, первенства дивизий. Просто интерес к жизни какой-то снова вновь появился. Всю свою жизнь он активно занимается спортом. Играл в футбол, увлекался хоккеем с мячом. Затем стал тренировать команды. Сын и внук нашего героя пошли по его стопам. Тоже стали спортсменами. Более 25 лет Владлен Григорьевич был спортивным корреспондентом газеты «Красноярский рабочий» и спортивным комментатором на радио. Прихожу туда в редакцию, мне говорят, слушай, мы знали тебя как скромного, как такого очень застенчивого человека. Ну, как ты нахально отвел этот репортаж. Сегодня Владлен Григорьевич не только почетный гость на всех спортивных мероприятиях города. Он не упускает возможности поучаствовать в спортивных соревнованиях. Про нашего героя можно без преувеличения сказать. Это человек с самой высокой пробы. Нам есть с кого брать пример с ветеранов Великой Отечественной. Юля, а ты когда-нибудь задумывалась, как выглядит война глазами детей? Вероятно, как страшная сказка, в конце которой, как бы не было сильно зло, добро обязательно победит. Ну, для современных детей, скорее всего, так она и есть. А вот какой видели войну, те чудеса пришлось на военное время. Вероятно, такой же, только эта страшная сказка ожила. И неизвестно, победит ли добро, есть только вера и надежда. Урок в третьем Б-классе. Тема «День Победы». Несмотря на юный возраст, школьники понимают значимость этого праздника и могут рассуждать на тему войны. Я знаю в войне, что это жестокое время. Она шла 4 года и мучительных 4 года. Когда люди погибали и сжигали в печах. На войне погибло много людей, женщин, детей, девочек, мальчиков. И немцы никого не щадили. 9 мая его назначили как День Победы. Теперь его празднуют каждый год. Отпобедили наши русские. Подписали приказ 9 мая фашисты, что они отступают. Галина Владимировна в войну была ребенком. Все беды и горести тех лет знает не понаслышке. Ей пришлось пережить безотцовщину, нищету, голод. У меня бабушку даже садили в тюрьму на 3 месяца. Потому что она ходила в поле и собирала колоски. Колосков наберет, чтобы нас хоть чем-то кормить. Вот за это в тюрьму садили. Мы с Кириллом, мы с Андреем бежим к тем гаражам. Кто из нас в детстве не любил играть в войнушку? Действовать сообща и тайком, стрелять холостыми, оказывать первую медицинскую помощь. Этой увлекательной игре дети готовы посвящать целые дни. Представляя себя отважными защитниками отечества. А вот в 40-е фронтовые войнушка популярностью не пользовалась. Но были другие игры, не менее интересные. Жестко еще называется игра. Как перемена, все мы чешки, все играют, знаете, жестко. Это металлическая пластинка, и на нее какой-то мех. Ну, прикрепляли и ногой, значит, как бы вот так вот подбивали, кто сколько набьет. Любимое занятие всех детей – рисование. Дети войны не имели представления ни об альбомах, ни о цветных карандашах. Ну, если один карандаш был, то это хорошо. Не было же у нас бумагу завернута в магазине, тогда же на этих бумагах писали. У современных детей есть все, чтобы воплотить свои задумки на бумаге. Я нарисовала «Вечный огонь». Я выбрала этот рисунок, потому что мы с мамой каждый год туда ходим. Я нарисовала палки. Здесь танкисты, которые один танкистает, а другие идут с они. Я нарисовала танки, потому что мой прадедушка, прапрадедушка, он был танкистом. В преддверии Дня Победы школьники активно готовят свои поздравления ветеранам, разучивают песни и стихи. Немного осталось из тех, кто в боях пришли до Берлина полсвета, В мороз и поргу через горе и страх, пусть вспомнят живые про это. Так было, незнапно настала война, пришли небывалые беды, И все, что могла, отдавала война для фронта, для славной победы. Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло уже 67 лет. Но подвиг наших воинов-победителей будет жить вечно в памяти народной. Они подарили будущее детям всей земли. В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф, а также приглашаем нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». Читайте о войне. Знайте о войне. Помните о войне. Чтобы она никогда не повторилась. С Днем Победы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова